Всем привет! С вами InformTV. Герой сегодняшнего видео Иван Глебович Панфилов, сын известных в кинематографической и театральной среде людей. Казалось, его жизненный путь был предопределен, но он отправился по нему своей сложной и не совсем прямой дорогой. Что известно об этом интереснейшем человеке? Он устроился на работу и подумывал об образовании в Лондоне, чтобы получить степень магистра. Но молодого человека угнетало сидение за компьютером и ощущение себя винтиком в огромной корпорации, живущей по своим законам. Его привлекали независимость и возможность путешествовать. Выпускнику больше подходил МИД, но дипломаты в конце 90-х получали гроши, а Иван Глебович Панфилов мечтал о финансовой свободе, не желая получать дотации от родителей. Вместо продвижения по карьерной лестнице преиспевающего юриста, он неожиданно открыл ресторан. Кулинарные способности он также проявлял с детства, с 6 лет испытывая интерес к процессу приготовления пищи. С 20 лет живущий самостоятельно молодой человек обратился к руководителю фирмы, где работал, что не помешало бы открыть кофейню для сотрудников. В ответ получил фразу «Хочешь решить проблему питания? Вот сам и займись». В 23 года, по сути, юноша стал полноправным партнером владельца фирмы. В его жизни появились стройка, калькуляция, наем персонала. Родители пришли в ужас. Их сын и наследник фамилии превратился в директора общепита с огромной проходимостью. Оставив юриспруденцию, молодой человек принял решение открыть в переделке на ресторан, носящий название «Дети солнца». В сосновом лесу, на месте поселка, образованном писательским сообществом. Изначально он рассматривал не только как финансовый проект, но и место сбора творческой интеллигенции с литературными и поэтическими вечерами. Но, не ощутив поддержку Литфонда, Панфилов-младший, тем не менее, снискал похвалу от мэтра ресторанного дела Аркадия Новикова, признавшего проект очень современным. Данное заведение существует до сих пор. Когда впервые появился на экране Иван Глебович Панфилов. Фильмография актера началась с 4-х летнего возраста. В фильме 82-го года «Васса» он сыграл внука собственной матери. Инна Чурикова снималась в картине в главной роли. Есть в послужном списке Ивана и эпизод в московской саге. А чуть раньше, в 2000-м, он проявил себя как сценарист. Юноша помогала отцу в написании киноверсии пьесы о династии Романовых «Венценосная семья». Не смогли обойтись без него и в документальной ленте, где главным героем стал его отец Глеб Панфилов. Она носит название «Своя тема». Под настоящему звездной для актера стала роль незнамого в фильме 2008-го года «Безвины виноватые». Она настолько изменила его судьбу, что молодой человек отправился в Лондон обучаться актерскому мастерству. На сегодняшний день в его фильмографии участие лишь в пяти проектах. В 2008 году Глеб Анатольевич, знаменитый режиссер, сделал царский подарок жене и сыну, сняв экранизацию пьесы Островского, где в роли известной актрисы Кручининой снялась Чурикова. А талантливого молодого, но бесшабашного коллегу по сцене сыграл Иван Глебович Панфилов. Актер, по мнению собственной матери, обыграл ее, привнеся в фильм такое чувство правды, что именитые родители пожалели о том, что отсоветовали сыну заниматься театральным искусством. Его партнерами по фильму были одни из лучших актеров современности. Фильм был удостоен «Золотого орла» как лучший мини-сериал. Именно успех подвигнул Панфилова-младшего совершенствоваться в профессии своих родителей, оставив ресторанный бизнес. Перед мужчиной всегда стоял пример родителей, которые вместе более 50 лет. Это одна из самых гармоничных пар отечественного кинематографа. Поэтому он до сих пор не создал свою семью и не подарил им внуков. Зная в совершенстве английский и обучаясь в Лондоне, он познакомился с девушкой, которую был готов представить отцу и матери. Но это информация 2012 года и до сих пор сведений о заключении брака или рождении у него детей нет. Если вам понравилось наше видео, поделитесь им со своими друзьями в соцсетях, ставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал. Удачи!